Партнер программы салон-ателье классических итальянских костюмов Марка Беантония на Карло Липтнехта 71, телефон 295-777. 12.05 в Кирове, начинаем дневной разворот в студии Николая Голиков. И Дарья Топузлеева. Да, наконец у нас вроде бы в городе потеплело, хоть чуть-чуть. Поэтому сегодня мы немножко поговорим о качестве воды в Кировских водоемах. Узнаем, где можно в преддверии наступающих теплых деньков искупаться. Все это будет во втором часе. Ты так нахмурился, ты видел погоду, да, не будет теплых деньков? Так, у нас грозы где-то на подходе уже. Грозы, как-то купаться в грозу. Ну ладно, мы в плюс 10 открывали городской пляж, поэтому я думаю, те, кто хочет очень сильно искупаться, найдут. Мы еще поговорим о акции новой в Ботаническом саду, которую наш любимый университет проводит Сайдсендарт. К нам придут представители, расскажут, что это такое. И мы еще успеем в этом часть поговорить про истории с этими дорожными знаками, о которых стали очень часто лбами своими налетать кировчане. Ну или не стали часто налетать, а стали об этом рассказывать. Ну, по крайней мере, рассказов стало много. Ну и судя по тому, как некоторые люди рассказывают, что это они сами видели, хотя я понимаю, что нет ничего более лживого, чем рассказ потерпевшего, как говорят следователи, да? Ложь потерпевшего, есть такой термин. Ну, а сейчас поговорим о перекрытии движения на улице Воровского, на пересечении с Октябрьским проспектом. И о возможном перекрытии на самом Октябрьском проспекте, что тоже прозвучало вот у нас уже в городе. Да, компания Т-Плюс проводит там реконструкцию тепловых сетей. И, на самом деле, давно они уже говорили о том, что им потребуется перекрывать по полностью нечетную полосу Октябрьского проспекта. Это та сторона, которая... Ближе. Ближе к ЦУМу, да, ближе к ЦУМу там. Причем перекрытие предполагалось немного немало на 20 дней, если я правильно помню. Мы сейчас свяжемся с Вячеславом Николаевичем Симаковым, главой администрации города Кирова, да. С 10 по 30 августа, по-моему. Ну вот, да, получается, почти три недели. Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале написал, что согласовывать такое длительное перекрытие, полное ограничение движения власти не намерены. Т-Плюс, насколько я понимаю, отказали в согласовании этих. Я не знаю, документов как таковых не было, но было обещано, что соберется некое совещание с участием всех сторон, он и будет в поисках, так сказать, взаимоприемлемого решения, потому что менять турбус одной стороны, конечно, надо, тех перевооружений никуда не деть, с другой стороны, там на самом деле огромный пересадочный узел, там поток транспорта огромный, и это будет неудобство для половины города, наверное. Вот. До этого работы велись от Тайма, да, если я правильно помню? До Горького полностью была перекрыта правая сторона. Там был проезд по одной полосе для каждой стороны, был открыт. Сейчас, насколько я понимаю, я не была там, к сожалению, наверное, около недели, Новоровского, не знаю, на какой стадии сейчас там работы. Спросим, Вячеслава Николаевича. Судя по фотографиям, там уже начали закатывать кусок вот этот вот, который раскапывали в асфальт, соответственно, какие-то работы уже там завершены, по крайней мере, на том участке. Ну, в отличие от нас, Вячеслав Николаевич, наверняка там каждый день бывает. Да, изначально на всех датах этих работ стояла дата конец сентября. Это, я так понимаю, та дата, до которой можно было официально, да, уложиться в эти работы, но и Т-плюс, и городские власти вроде бы обещали, что все эти работы будут сдвигаться, да, и делаться побыстрее. Вот. Насколько это в итоге получилось вот с тем участком, который у Тайма? Почему я говорю об этом участке? Потому что, насколько, если я правильно помню, пояснение Т-плюс, это вот единая сеть, которую там будут ремонтировать, вот эти трубы, которые перекладывают, они как раз захватывают вот этот участок на перекрестке Воровского и Октябрьского проспекта. Вот. И, соответственно, по тому, как быстро удалось провести работы вот на том кусочке, да, можно, наверное, сделать какие-то выводы. Насколько возможно это сделать быстрее. Вот. И возможно ли вообще это провернуть раньше, чем, да, за те 20 дней, которые Т-плюс просили. Ну, вот, к сожалению, ресурсники не выйдут сегодня с нами на связь, потому что Олег Прохорянко, человек, который отвечает у них за связи с общественностью в отпуске. Вот. Но попытаемся все равно так или иначе узнать, что там происходит. Вячеслав Симаков, как и обещали с нами на связи, глава администрации города Кирова. Вячеслав Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Вячеслав Николаевич, расскажите, пожалуйста, вот не видели мы с Николаем документы, пытаемся разобраться в итоге, какие-то работы вот на этом перекрестке Новоровского и Октябрьском проспекте Т-плюс согласовали или нет? Вчера мы совместно с руководством Т-плюс, с департаментом городского хозяйства и управлением Дорожного парка инфраструктуры провели рабочее совещание. Как раз все схемы рассматривали и различные варианты перекрытия, закрытия движения. Во-первых, очень важно проводить перевооружение. Главное, чтобы минимально это приносило неудобства горожан. Поэтому искали, вот ищем до сих пор, еще до конца не определились. Один из вариантов. То есть первое, значит, они продолжат полностью реконструкцию сетей по улице Воровского от здания территориального управления в сторону Октябрьского проспекта. Здесь они заявляли изначально три месяца закрытия движения этих полос. Вчера всю технологическую спочку смотрели, какие сроки необходимы. Но вот пока снижают до двух с половиной месяцев. Единственное, я прошу еще как-то посмотреть. Мы различные варианты технически рассматривали. Там меню конструктива, который есть, использование других материалов и так далее. Но есть определенные сложности. А, Вячеслав Николаевич, прошу прощения, перебью сразу. Мы сейчас говорим непосредственно о Воровского, правильно? О Воровского, да. Следующий этап – это переход Октябрьского проспекта между памятником Кирова и ЦУМом. Значит, здесь они планировали закрыть полностью движение на 10 дней. В данном случае мы здесь считаем, что все-таки надо какими-то другими способами эти работы проводить. И вчера рассматривали по закрытию по половине проезжей части. Там еще один участок у них будет у кировских товаров. Также перекладку они осуществлять тоже на всю ширину, до центральной части, где у нас тут цветники. Поэтому пока рассматриваем такой вариант. То есть они по 10 дней перекрывают по половине Октябрьского проспекта, чтобы у нас была полоса для движения. То есть по половине одной полосы вот этой вот, да? Да, да. Сначала половину берут проезжей части. Ну да, тут сложности есть. Им придется подпорную стенку еще делать. Все работы проводят в течение 10 дней, если, как сказали, не будет проливных дождей. Потом они это движение, эту полосу открывают и закрывают вторую часть на 10 дней. Было еще предложено такой вариант, что если они смогут, допустим, с пятницы на субботу в ночь закрыться, и в понедельник утром открыться, чтобы в выходные у нас все-таки меньше движения, закрыть. Но, к сожалению, сказали, что технически такие сроки не выполнить. Поэтому вот пока остались на том, что будем закрывать по половине. Сейчас они ушли из подрядной организации, этот вопрос прорабатывают. А нет, не рассматривали вариант, если нет возможности, да, или это растягивает сроки работы, вот эта вот половинчатая, то есть если полностью перекрывать одну полосу Октябрьского проспекта и открывать вторую для движения в обе стороны, ну, то есть по отчетной полосе, получается? Есть технические проблемы, у нас троллейбусы, общественный транспорт, поэтому здесь очень сложно, там, во-первых, технически сложные проблемы с установкой, с информированием дорожных знаков, очень такая глобальная работа, поэтому все-таки останавливаемся, ну, такой вариант приоритетный, на половинчатом закрытии проезда по Октябрьскому проспекту. Вячеслав Николаевич, у нас чего тут мы перед тем, как вы в эфир вышли, и вопрос такой был, вот та часть, которая вот от Горького до территориального управления, вот которую они уже закрывали, вот, они, помнится, говорили, что могут сделать ее быстрее, чем обещали, вот насколько это получилось? Как сделать? Извините, не знаю. Ну, быстрее, то есть по сроке сократить вот работу там. Да, они, значит, обещали изначально закончить это все в дне города, но, к сожалению, не смогли, опять же, ссылаются на технологические схемы, то есть там идет данная технология, то есть они не укладывают лотки, они монолитят на месте, там проектом была предусмотрена определенная конструкция, и в связи с тем, что необходимо выдерживать сроки по бетону, вот так получилось. То есть они информируют, что все работы, которые можно выполнять, это две смены, то есть это вскрытие, грунта, демонтаж, это все будут делать две смены, но когда начнут бетонные работы, здесь уже они вынуждены после того, как заливаться, заливаются определенный срок держать и не проводить работы. А две смены имеется в виду ночное время тоже, или две смены это не предполагает круглосуточный режим работы? Они выходили ранним утром и поздним вечером заканчивали, когда земные работы проходили. Но это было раньше, потом уже жители наблюдали остановку работы, но это было связано как раз с монтажом. А сейчас вот, в принципе, у нас темного времени суток-то совсем немного, то есть нет возможности перейти на круглосуточный режим работы, не обсуждали эти моменты? Эти варианты все были предложены. Единственное, что они опять же озвучили, что многие горожане, когда проводятся работы в ночное время, высказывают недовольство вот этим шумом. Я просто сказал, что все-таки лучше несколько ночей потерпеть, чем растягивать это удовольствие на более длительный период. Там не так и много жилых домов, вот прямо у этого перекрестка. Ну, недовольные все равно найдется. Этот вариант мы им тоже предложили. Но, значит, в данном случае происходит как раз уединение сроков, то есть вот по укладке. Из-за технологий, то есть? Да, то есть мы планируем работать быстро, когда выемка грунта, вывозить и так далее. Мы уже смотрели даже разные материалы, которые, может быть, помогут увеличить скорость уплотнения. Видите, послойное уплотнение песка тоже там определенное время и завезли, разложили, уплотнили, сдали. Потом в следующем условии переходят и так далее. Посматривали вариант полностью вообще бы не сделать, но потом нам сказали, что все-таки это не ускорит эту процедуру. Но правильно ли я понимаю, что каких-то там нарушений по срокам не было? То есть, в принципе, они в заявленные по документам цифры уложились, даты? Да, значит, единственное, что, как я уже повторял, мы обращались с просьбой ускориться, и с их стороны даже было официально подтверждено, что сделать, что мы тоже не успели. То есть сейчас вот на этом отрезке от Горького до Тайма работы завершены? Да. Завершены? Я еще хочу отметить сразу, вот опять у некоторых жителей возникли вопросы по гранитным бордюрам. Я изначально проходил этот участок до того, как проходили раскопки. Там бордюр стоял разнобой. Бетонный, гранитный, причем процент бетона был больше. Гранитный бордюр мы забрали, увезли на базу ГДМС. И мы как раз вот такие участки собираем. Если у нас будет определенный объем под какую-то улицу, мы этот бордюр гранитный установим. То есть он никуда не делся, не переживать, как ирожанам. Да, да, да. Так, сейчас они переходят на кусок, который от Тайма и до ЦУМа, правильно я понимаю? Да, да. А по датам, Вячеслав Николаевич? Значит, что? По датам, вот до перекрестка, к какому сроку они планируют все сдойти? Мы ждем окончательное принятие решения, все-таки по какому варианту мы пойдем. Они приносят письмо, и мы постановления сделаем быстро. Там уже отсчет пойдет от этого времени. Пока, как они говорят, два с половиной месяца. Единственное, что они, возможно, там часть участка откроют раньше. Причем для того, чтобы не останавливать работу общественного транспорта. Остановка, ну вот они сейчас уже ее там в районе стадиона «Локомотив» место для остановки. Прогресс, наверное. Прогресс, да. Прогресс. Прогресс, да. Да, там, да, ничего, нормально, если поняли. И с ЦУМом тоже там проговорено, каким образом будет заезжать транспорт на территорию с товаром. То есть они частично перекроют, потом откроют. Никакие службы не будут остановлены. А вот то, что вы говорили, что в районе кировских товаров тоже будут какие-то работы. Они будут заходить туда вот уже вниз по Октябрьскому проспекту? Они будут переходить в Октябрьский проспект, вот эту же часть, которая идет от улицы Воровского вниз к цирку, в районе кировских товаров. То есть таким же образом они закроют половину рыжей части, потом ее сделают и перейдут на вторую часть. А вот эти вот работы, которые, ну вот до Красноармейской, да, там от кировских товаров, они будут вестись параллельно с полным предполагаемым перекрытием перекрестка? То есть как бы работы сразу пойдут вот на перекрестке и туда вниз? Только там и там и там предполагается, что они все-таки одну полоску для транспорта оставят? Сроки здесь озвучивались по 10 дней. Ну на каждую половиночку эту? Да, да. Так что более-менее понятно. Да, немного с этим разобрались. Вячеслав Николаевич, еще один момент хотелось бы уточнить, уже не по дорогам, да? Ну в том же районе, да? Ну в том же районе, да. Пруды у цирка. История вот эта, да, с животными и рыбами, очень как-то она такая стала резонансная. Там извлекли наконец-таки вот этих черепах рыб, увезли, нет. А что там вообще сейчас происходит? Дело в том, что мы уже этой работой занимаемся два дня. Вот сегодня эти работы будут продолжены. Во-первых, делается это для чего? Чтобы нам, во-первых, очистить этот пруд и сохранить его, чтобы мы смогли работы по берегу укреплению проводить как раз со стороны пруда. Чтобы техника туда зашла и сохранить зеленые насаждения, которые обрамляют пруды. Вот, а так, как я говорил, желающих было много. Единственное, что в основном это все ограничилось советами. Ну вот депутат Орловского района, он там на протяжении нескольких лет занимается обустройством пруда. Вот он приехал вчера, причем подготовился с людьми, с оборудованием, большой емкости. Даже аппарат кислородный, чтобы рыба там во время все-таки, в определенное время ехать. Ну да. Вот он забрал, потом был мужчина там из поселка Ганино, он уже немножко там меньшими объемами забрал. Вот сегодня продолжим эту работу. Большое гнездо забирает черепах. А Вячеслав Николаевич, вот со всеми этими людьми как-то заранее договаривались, что они этих рыб, черепах разберут? Ну они обратились в территориальное управление, девочки, значит, мы с ними сотрудничаем, там, по птицам и по другим вопросам. То есть мы созвонились, когда эти работы начнем, мы их пригласим. Вот они пришли сначала, там, забрали одну черепашку, потом нет. Когда вторую вот нашли, позвонил, девочки приехали, забрали вторую. Ну и там, если будет вопрос по птенцам, они тоже готовы подключиться. Пока утки приходят, уходят. Утки, в отличие от черепах, летать умеют. Ага, да, Вячеслав Николаевич, а сейчас насколько вообще пруды спущены, то есть какой объем воды ушел от первоначального? Визуально просто не совсем понятно, то есть это наполовину пруды спустили, больше, или там уже вообще воды не осталось? Нет, вода еще осталась, и мы даже смотрим, может быть, все-таки оставим какой-то небольшой котлован. Сегодня с подрядчиком терриуправления проговорит, может, ближе к Октябрьскому проспекту здесь котлованчик выкопаем. Мы все-таки что-то оставим для того, чтобы та рыба, которая уже прячется, вылезет, взрывается и так далее. Кого не сможем достать, чтобы все равно какой-то... Какую-то емкость им создать там, да? Яму создать такую, чтобы они там пережили ремонт. А рыбы вот эти, которых выловили, разобрали, я не знаю, они вообще в пруд вернутся, или уже все, теперь уже новыми мальками заселять будем? Прощать мы уже не будем, будем потом же зарыбливать по-новому. Там же все равно в прудах специальные рыбы, которые вот всякую эту домовую травку едят. Ну, вы понимаете, все равно тоже какой-то для рыбы стресс. То есть вот мы вчера смотрели, что когда вот их доставали, там повреждений никаких не было и так далее, там ее обмывали, в эти емкости помещали и так далее. Все равно сейчас, представляете, их там увезем за 30 километров, там полгода пройдет, мы еще опять будем их там гонять. Вячеслав Царюк вот тут спрашивает, всю ли рыбу уже вывезли, если осталось, могу принять в пруд в Лубягино. Всю ли рыбу вывезли еще? Вот у нас таких-то предложений очень много, все хотят принять. Некоторые там написали, что у них много холодильников. А вот людей, которые готовы туда зайти, вот таких оказалось, на самом деле, немного. То есть ответ Царюку, приезжай с оборудованием, забирай и увози? Так мы вот это многим предложили. Пожалуйста. Там и рыбаки ходят по периметру, там облизываются, извините за выражение. А, кстати, а просто-то порыбачить эту рыбу можно забрать? Ну, с удочкой прийти? Нет, ну там ведь никто сидит, там вот, ну я видел, в субботу и воскресенье наблюдал там, рыбаки приходили с удочки, как обычно рыбачили. Ну, то есть ругать-то никто не будет, если там какую-то большую рыбу человек выловит и заберет ее себе? Не из гуманистических, скажем так, соображений? На уху. У нас таких полномочий нет. Много ли мы... Ну, я бы все-таки, знаете, не рекомендую все-таки... Не призываем к этому. Таких водоемов, рыбу подвергать. Потому что, ну, не совсем водоем чистый, вот мы, говорю, там столько всего уже посмотрели. Поэтому, ну, понимаем, как там и будет еще. По дальнейшему спуску воды решение уже принято? То есть это, ну, полностью осушать будете или достаточно сейчас? Нет, я же вам сказал, что сейчас вот сегодня обсуждалось подрядчиком. У нас все равно поступление воды идет, мы все равно какой-то там водоток оставим, может быть, вот яму оставим, может быть, нет. Там еще эти же задвижки, которые там были, они сколько лет там к ним не подходили, поэтому это в стадии обсуждения еще пока вопрос. А утки? А утки у нас переместились на другие водоемы. Еще хочу сказать, что вот когда мы выпуск начали, у нас же пруд на Комсомольской, ДК же, разнодорожник там на локомотиве. И вот приезжал туда, в трубу эту, наблюдал, там, мелкая рыбка, она переселилась естественным путем в тот водоем. Все понятно. Много ли мусора, Вячеслав Николаевич, в итоге оказалось, и уже вывозом его занимаются, или пока спускают воду ничего не трогают? Пока тут собирают по берегу, там, видите, все-таки эти истые движения, там вот ребята, кто-то провалился по поводу почти, мусора много. Ага, а то есть вот этот ИЛТа тоже весь будут вычищать, правильно я понимаю? Или нет? Посмотрим, насколько будем освобождать эту территорию от воды. Конечно, хочется расчистить водоем, крепить дно и так далее. И последний вопрос, Вячеслав Николаевич, по датам, по прудам, когда будет работа завершена? У нас контракт до, в этом году, единственное, что все сезонные работы будут и бетонные проводиться в летний период, дальше уже там с малыми архитектурными формами. Но здесь у нас оба этапа, то есть там асфальтирование еще двух центральных аллей, плюс входных групп, поэтому в летний период постараемся все закончить. А, ну то есть по прудам, конкретно по прудам отдельной даты нет, то есть речь идет о всем проекте, да. Понятно, спасибо большое, Вячеслав Николаевич. Вячеслав Семаков, глава администрации города Кирова, был с нами на связи, вот пояснил два таких животрепещущих момента, да, и с перекрытием Октябрьского проспекта, и с многострадальными рыбами. Но единственное, я все равно не поняла, ну то есть люди предлагают принять там эту рыбу, да, в какие-то свои водоемы, но ведь это уже неплохо. Это хорошо, что предлагают, но они не приходят и не забирают ее. А почему это люди должны делать? А кто это может сделать? В смысле кто? А когда разрабатывался, когда проект разрабатывался, рыба же не какая-то внезапная вещь, которая появилась в труду. Я полагаю так, что про рыбу-то очень поздно заговорили, про нее заговорили буквально за неделю до того, как устали в воду спускать проблему. Но просто сейчас это звучит так, будто бы вот люди сами виноваты, что вы не позаботились о рыбе, но... Нет, нет, там речь шла о том, что очень много желающих, которые звонят и говорят, что мы бы взяли, но в итоге никто не приезжает, не берет. Вот взял мужчины из Орловского района, еще кто-то взял, они приехали. Ну потому что, видишь, нужно соответствующее оборудование. Странно ждать от обычных людей, что они приедут с какими-то там кислородными... Да-да-да, в администрации города вот такого рыбного-то оборудования совершенно точно нет, потому что это не их профиль. Поэтому такая ситуация возникла. Поэтому нужно думать о таких вещах. Заранее. Вот, видимо, в документах на пруд слово рыба, видимо, не употреблялось. Ладно, уходим на короткую рекламную паузу, через полторы минуты вернемся с новой темой. Дневной разворот продолжаем. Дарья Топузлиева, Николай Голиков. И у Николая Голикова есть... Сообщение, с которым я хочу вас ознакомить. Потому что беседовать с деловыми людьми нам помогает салон-ателье классических итальянских костюмов Марко Би Антони на улице Карла Липнихта, 71. Марко Би Антони – это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей. Костюмы для торжества выступлений, сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам. Создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон. И услуги химчистки премиального уровня. Марко Би Антони – эстетика в каждой детали. Улица Карла Липнихта, 71, рядом с театральной площадью, 295-777. Вот так вот. Переходим к следующей теме. Анонсировали уже эту проблему. Пешеходы в Кирове жалуются на мешающие дорожные знаки, на слишком низко расположенные дорожные знаки, о которых, судя по сообщениям в социальных сетях, люди все-таки натыкаются. Иногда, опять-таки, судя по сообщениям в соцсетях, достаточно травматично. 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 То есть рассекают часть лица. Ну, знаешь, даже если ты ничего не рассек, но налетела, то все равно неприятно. Я так понимаю, чаще всего столкновения происходят со знаком стоп-линии. Стоп-линии. Потому что они почему-то у нас размещены как-то, я не знаю, мне кажется, низковато. Низко. Вот мне так кажется. Низко. Вот. И в чем тут причина? Вот, я думаю, нам поможет, выйдя на связь, рассказать начальник отделения дорожного надзора, отдела ГИБДД по городу Кирову Андрей Наймушин. Мы перед эфиром пытались разобраться, почему бы, да, знаком быть установленными так низко. Попытались найти ГОСТы, которые могут это регулировать. Андрей Наймушин, да, с нами на связи, начальник отделения дорожного надзора, отдела ГИБДД по городу Кирову. Андрей Николаевич, добрый день. Да, добрый день. Здравствуйте. Андрей Николаевич, вот мы пытались тут перед эфиром разобраться в старых новых ГОСТах, которые, наверное, регулируют установку дорожных знаков, в частности, их высоту. Вот этот знак стоп-линия, да, на который так часто жалуются кировчане, он, ну, установлен по ГОСТам, наверное, да, если это ГОСТы, то что это за ГОСТы, почему так низко? Да, Дарья, смотрите, в соответствии с требованиями ГОСТ, 522.89 от 2019 года, который определяет правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров и ограждений, у нас дорожный знак 6.16 стоп-линия при установке сбоку от проезжей части должен устанавливаться на высоте полтора метра, ну, там плюс-минус 10 сантиметров допускается, да, отклонения. Вот. Ранее в версии издания указанного ГОСТ от 2004 года таких требований не было. Вот. Скорее всего, данные изменения введены для обеспечения лучшей видимости данных дорожных знаков. Ну, как бы, водители-то, может быть, и лучше их видят, а вот пешеходы-то как-то к этому сильно не приучены. Вот ведь чем беда-то. Почему-то вот получается одной части кировчан, которая за рулем, этот знак становится виден хорошо, и он им помогает правильно остановиться на стоп-линии, а пешеходу, ну, реально, я сам видел, как натолкнулись на него, не видел, что были травмы или что-то еще. Ну, к сожалению, госавтоинспекция не готова комментировать требования вот данного ГОСТа, данной части. Они все-таки разрабатываются соответствующими организациями. А вот смотрите, Андрей Николаевич, я, возможно, какой-то не тот пункт смотрю, но вот мы вот этот ГОСТ, о котором вы говорите, мы его нашли перед эфиром, да, и там указано, что от полутора до трех метров при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов и от двух до четырех метров в населенных пунктах. Или этот пункт к стоп-линии не относится? Нет, вы абсолютно правильно нашли пункт, но этот пункт, он является общим основным требованием ГОСТ для остальных дорожных знаков. А конкретно для знака 6.16 существует определенное требование. А они в ГОСТах прописаны? Которые, я уже выше озвучил. То есть они тоже ездят в ГОСТах, просто мы не нашли, да? Что еще раз? Я говорю, то есть эти требования тоже прописаны в ГОСТе, просто мы с Дарьей их не нашли. Да, все верно, абсолютно верно. И все знаки, соответственно, стоп-линия в городе, они установлены именно на этой высоте? Или есть еще какие-то факторы, которые влияют на расположение этого знака? Я не знаю, там, возможно, линии, передачи, светофоры, деревья? Нет, по ГОСТу вот эти дорожные знаки должны именно так и устанавливаться, на высоте полтора метра. Единственное, что допускаются эти знаки устанавливать также над проезжей частью. То есть вот смотрите, как раз по поводу обращения граждан, у нас вот за текущий период 2023 года как раз было такое обращение по поводу того, что вот дорожные знаки 616 стоп-линия низко установлены на таких перекрестках улиц, как Карла Маркса Воровского, Ленина Герцена, Ленина Воровского, ну и там еще ряд был перекрестков перед системой. Вот, поэтому, поскольку указанные дорожные знаки допускаются устанавливать над проезжей частью, администрации города Кирова было рекомендовано рассмотреть вопрос об установке данных дорожных знаков над проезжей частью. Ага, Андрей Николаевич, когда это было сделано? То есть когда такая рекомендация была? Так, по поводу обращения, обращение, ну это было, получается, конкретно, не смогу вам сейчас дату сказать, это было в июне месяце. В июне уже, да? То есть не так давно. Да, в июне месяце 2023 года. А можно вот, я не знаю, пару моментов по процедуре, да, если вы в курсе, то есть после того, как ГИБДД выступает с неким там предложением, рекомендацией, администрация как-то должна на это отреагировать, или она просто принимает это к сведению, а дальше уж, ну, как пойдет? Я, конечно, со стороны администрации не готов сказать, но, по моему мнению, администрация должна дать какое-то указание МКУ ДПИ города Сирова, да, который выступает как раз вот в данной части по установке дорожных знаков, по нанесению разметки, дать какое-то задание, выехать на место, посмотреть вообще техническую возможность установки данного дорожного знака. Именно над проезжей частью, да? Что? А именно вот вы имеете в виду, что над проезжей частью техническая возможность? Да, 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 именно имею в виду над проезжей частью. А что там может помешать? Что помешать? Ну, то есть, должна быть какая-то техническая возможность какой-то трос подвесить, на который будет установлен этот знак. Ну, вот такие моменты. Но здесь, видите, опять же, можно, имеется вторая сторона медали, то есть, если эти знаки будут висеть над проезжей частью, опять же, с стороны водителя, будет ли обеспечена видимость данных дорожных знаков? Вот такой момент. Да, смотрите, а вот если знак висит над проезжей частью, и у нас еще есть камеры, которые фиксируют стоп-линию? Конечно, конечно. Ага, то есть вот тут, если знак висит сверху, камера адекватно справляется, да, с фиксированием правонарушения, потому что сложно, наверное, если он у тебя сбоку, ты хотя бы понимаешь, поравнялся ты с ним, сколько до него места, а сверху достаточно высоко, и, наверное, водителям сложновато сориентироваться, совершили они правонарушение или нет. В том-то и дело, да, я вот к этому и говорю, то, что действительно, как это все будет выглядеть со стороны водителя, тоже непонятно. Конечно, данный дорожный знак, он должен и разметкой дублироваться, но мы с вами понимаем, что в наших погодных условиях зачастую разметки не бывают на перекрестках, поэтому при высоте, при такой, как должен водитель ориентироваться, тоже непонятно. После того, как ГИБДД дает рекомендацию органам местного самоуправления, вы дальше как-то контролируете, да, вот этой рекомендации? Ну, или какой-то ответ от них получаете, ждете, вот как вот, то есть нам понятие нужно. Конечно, должен быть в наш адрес направлен ответ уже, и мы рассматриваем этот ответ уже, дальше какие-то решения принимаем. Ну, правильно ли я понимаю, что, ну, в принципе, вот летом, там, в ближайшие сколько, 30 дней, да, обычно даются, вот, будет понимание, останутся там эти знаки? Ну, хотя бы в некоторых местах, вот где как раз происходят столкновения с людьми. Все верно, да, мы сейчас направили рекомендации в адрес администрации города Кирова, на которые получим ответ, и уже будет какое-то понимание. Понятно, спасибо большое, Андрей Николаевич. Андрей Наймушин разъяснил нам, как обстоят дела с этими знаками, на которые нарываются невнимательные пешеходы. Начальник отделения дорожного надзора отдела ГИБДД по городу Кирову. Возможно, можно предусмотреть, я не знаю, какую-то защиту людей от этого знака, какие-то опять щиты ставить, но опять это же нарушит видимость. Это опять будет кому-то мешать, в чем беда здесь такая. На самом деле, вот сложная ситуация, кстати, очень похожа на то, о чем мы говорили в первой половине часа, то есть когда есть разные интересы пешеходов, автомобилистов, как бы, и не получается так, чтобы всем-то было хорошо. Но я думаю все-таки, что люди не так часто на эти знаки налетают, а автомобилисты довольно часто будут штрафоваться, если этих знаков не будет. Поэтому думаю, что компромисс какой-то все-таки возможен. Ну, я думаю, на самом деле, что просто не в пользу пешеходов будет сделан выбор. Что ж, первую часть дневного разворота пора нам завершать. Мы не прощаемся. Через 20 минут после программы вернемся. Костюм – это не просто часть гардероба. Это важная составляющая успеха. Он подчеркивает статус, рассказывает о вкусе, создает правильное впечатление. Поэтому вам не нужен просто костюм. Вам нужен костюм от Марко Би Антони. Итальянский костюм индивидуального пошива премиум класса. Приезжайте на Карлолитних Т-71. Звоните 295-777. Марко Би Антони. История вашего успеха.